Барнаульские чекисты тренируются на стадионе «Динамо». А вот барнаулка, вышедшая из берегов, заливает улицы в центре города. А вот школьники наблюдают за строительством здания центрального рынка. Показать барнаул неофициальный, но от этого не менее родной. С этой мыслью и родилась необычная коллекция Веры Будянской. Захотелось окунуться в прошлое, погулять по улочкам, вспомнить. Ну и стала собирать свой небольшой, малый круг знакомых, искать фотографии. Ну а потом интерес расширился до района, а потом и до города. Сама собрала, отсканировала, сама сделала сайт. Вера Викторовна признается, что удивлена интернет-продукту больше года, но в поле зрения журналистов и рядовых пользователей он попал лишь недавно. Причем случилось это как-то вдруг. Женщину даже смущает такое внимание. Признается, сама с давних пор страстный фотограф, но когда больше четырех лет назад решила пополнить коллекцию, поняла, только своими снимками не обойтись. Обратилась к краеведам, друзьям, в местные музеи, что-то брала в открытых интернет-источниках. Результат уникальный без преувеличения собрания фото. Вот так, например, выглядел район нынешнего речного вокзала в 50-е годы. Раньше это место называлось Болиндер. По названию шведской фирмы, разработавшей элеватор для погрузки бревен на железнодорожные рельсы. Вот здесь они грузились на паровозик, который мы называли Кукушкой. И он шел по Большой Олонской к лесопильному заводу. Рядом с Болиндером, на одной фотографии это видно, на второй, находилась водная станция ДСО «Труд». Мы ее называли «Купалка», как я уже сказала. Здесь проходили соревнования, сдавались нормы ГТО. Особенно много, конечно, вечером было людей после работы, которые любили поплавать, покупаться. 4 тысячи фотографий, в том числе довольно большая подборка снимков 30-х-40-х годов. Всегда считалось, что этот период истории нашего города не очень-то щедр на фотографии. Но, пожалуй, едва ли не главное – это портреты обычных барнаульцев. Вера Будянская продолжает пополнять коллекцию и приглашает всех, кто заинтересован, связаться с ней по электронной почте. Адрес мы указали ниже. При этом все желающие, говорит она, могут пользоваться снимками, указав источник. В конце концов, все это – наша общая история.